Чаще всего я читаю, наверное, на работе. Ну и тут в кофейне, потому что я тут рядом работаю. В кофейне, наверное, самое удобное. Ну и в метро, пока едешь. Это самое основное, наверное. В основном читаю, честно говоря, либо дома, либо где-то в дороге. В отпуске, да, читаю. Особенно, когда куда-то еду, это такой спутник, конечно. Бывает так, что книг пять в месяц разных, а бывает, что одна растягивается на бесконечность. Бывают настольные туалетные книги, которые просто не могу перестать читать. Моя крайняя книжка – это «Метро 2035» Дмитрия Глуховского. Вот сейчас в процессе книжка называется «Феномен Зара». Такая вот, про известную бренд и известную марку одежды, да. Я сейчас читаю «Автостопом по галактике», вот. А до этого я прочитал «Пелевина Амон Ра». Ну сейчас это в жалом времени «Бумажные города». Я причем не знала о существовании именно фильма. Я сначала просто вот зашла в магазин, увидела книгу, поняла, что она мне нравится. Просто посмотрела на обложку, просто прочитала какую-то строчку, поняла, что это моё, мне нужно взять. Я рекомендую две книги всем. Это Эрик Берн, «Люди, которые играют в игры» и «Игры, в которые играют люди». И второе – это «Осознанность», «Оршо». Наверное, все-таки чай, книга лучше. Чай, во-первых, можно дольше растянуть, как мне кажется, по сравнению с кофе. И плюс кофе все-таки как-то очень бодрит. А в книжке, мне кажется, главное вдуматься и как-то осознать, чем выпить, на раши прочитать. Чай, водку, воду, вино. Кофе – нет. Нельзя уже. Кофе – книга, конечно, 100%. Ну, не знаю, это как комбинация какая-то. Чай, чай, он с печенью так лучше. Ну, у меня тысячи любимых книг. Понедельник начинается в субботу. Суббастик. Маленький цахист по прозванию «Цинноберг». Не «Сэренджер». «Сэренджер» вот, ну, как у всех, наверное, от «Пропасти воржи». Хотя «Быше стропилы и плотники» тоже крутой рассказ. Но вот, придём по себе, вот, колдун мне стал очень близок. То есть я почувствовала родственную душу. Если мне плохо, если мне грустно, я иду в кофейню и беру «Сэренджер». Ну, обычно это одна книжка, она вытекает из другой книжки. То есть что-то навевает, ну, то есть какой-то автор появляется где-то. Ну, обычно это классика. Просто сейчас я очень люблю нашу русскую классику. Я к ней вернулась. Со школы не возвращалась. Вот. В основе многих книг я сам как бы находил. А самое тёплое у меня впечатление, конечно, от книг, которые мне отец рекомендовал. Сейчас я ещё не нашла, что почитать. Последний был «Горький» сборник рассказов, повестей. Ну, там, Макар Чудра. Вкусный кофе, вкусный чай. Да, и ты другая должна быть хорошая. И книга, и напиток. Всегда важно, чтобы о нём нужно было что-то рассказать. И у любого предмета, как у книги, или напитка, у кофе, или у чая, должна быть небольшая легенда. Наверное, чай. Да, он успокаивает, и как раз погружаешься в книжку. А кофе, оно бодрит, и, наверное, хочется что-то делать и действовать. То есть книжка, она вдохновляет на то, что ты можешь сделать, выпив чашечку кофе. Мне больше всего нравится читать, конечно, на свежем воздухе, на прудах. Читаю обычно вечером, либо всегда использую возможность, когда можно вообще с транспортом почитать. Я всегда рекомендую перечитать «Войну и мир». Не знаю, она в каждом возрасте по-разному случает, абсолютно по-разному. И просто я ее так люблю, ну, то есть, это, наверное, самое любимое, что вообще есть, что написано. Ну, и еще сказки Оскара Уальда, и обязательно на английском. Что вы думаете, как они снимали? Прямо сразу? Сейчас читаю книжку своих подружек, которая, ну, специально, такая, подростковую фэнтези, основанную на славянской мифологии. Вот, да, они как раз сейчас ее всячески продвигают. Вот, и я начала янкость это читать, мне очень нравится. Это был Анна Гендукла с «Автостопом по галактике». Это роман Шантарамов, австралийского писателя Джейгори Дэвид Гарламов. Я просто прихожу в книжный, ну, где-то, может быть, я слышала, что это какой-то книга и так далее. Но так я просто прихожу, открываю книжку посередине. И если она подходит, вот, мое состояние, настроение, то я, конечно, ее с удовольствием не упрощу. Либо сама, либо по рекомендации супруга. Ну, или сама, или по рекомендациям, да, по-всякому. В зависимости от настроения. Бывает такое, что я скоро проснулась, так, ну, такую книгу бы мне сегодня взять, даже возьму вот эту и вот эту. Нет, такого не бывает. То есть я просто прихожу, есть настроение, почитаю. Нет, значит, нет. У меня сейчас есть маленький ребенок, с которым мы очень часто читаем наши любимые сказки. Знаешь, книги, которые, ну, как-то заставляют очень много о чем думать. То есть я праллельно читала «Полковник и никто не пишет», «Сто лет одиночества» и «Гесса стихного волка». В транспорте или дома, но дома все время очень много дел, и поэтому надо как-то выбираться, об этом я услышала как раз, потому что в кофейнях очень даже классно. Сай-фэда, я сай-фон не могу, очень экран маленький. Сай-фэда вообще классно. Ну, как правило, я читаю в общественном транспорте, в автобусе, в метро, дома иногда перед сном читаю. Ну, не могу выделить какое-то определенное место, где больше всего нравится. Ну, мне нравится больше всего читать дома, потому что можно комфортно, спокойно увидеть, значит, к серьезной литературе. Летом на улице в парке. Сейчас я читаю «Шоктором». На данный момент я читаю «Фауза Волху». Мне посоветовала ее подруга, вот, я по ее рекомендации ее читаю, но пока нравится, пока ничего не могу сказать, если честно. Я прочитала «Заводной апельсин». Программа того, мой знакомый. Иногда я вижу название книжек в самих книжках, когда там главный герой что-нибудь читает интересное, вот, ну, или просто натыкаюсь случайно в интернете или еще где-нибудь. Я их нахожу сам в интернете, по большей части вконтакте, на либрусеке в таких похожих ресурсах. Конечно, кофе-книга, классика жанра, без вариантов, другого не бывает. Тоже не могу выделить очень много любимых книг, люблю, могу выделить по писателям. Из зарубежных это Моэм, Муруа, Хейли. Из наших Тэфи очень нравится, Достоевский. Вот, ну, пока все. «Пелевин. Чихоев. Пустота» — это первая книга моего Пелевина, которая полностью вообще изменила мое сознание и отношение к жизни и к миру. Это Гарри Поттер. Ну, это та история, которая останется в моем сердце навсегда. Я бы хотел всем по возможности посоветовать про Лепинскую обитель. Это все обязательно надо. Хороший обращик современной русской прозы. На учу сейчас приходят только «Богач Бигняк» или «Ночной портье». Ну, я просто их не так давно прочитала и очень мне понравились. Наверное, это одна из новинок. «Элеонор Котор. Светила». Ну, такая хорошая книга, приятно написанная, детектив. Плюс интересный стиль. Там каждый герой — какое-то небесное тело. Наверное, это заставит вернуться еще раз. «Элеонор Котор». 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 «Элеонор Котор».